Десятого сентября по всей России проходил единый день голосования. В Саянском городском округе состоялась выбор депутатов городской думы седьмого созыва. Жителям нашего города предстояло выбрать депутатов, от работы которых будет зависеть вектор развития Саянска на ближайшие годы. В 8.00 22 избирательных участка распахнули свои двери для голосования. Но как нам сказали представители избирательной комиссии, именно с 8 часов утра до настоящего времени, если быть точным, до 3 часов, какой-то своей гражданской позиции, активности жители нашего города не проявляли. Это неудивительно. В первую очередь это связано с тем, что в воскресенье многие горожане решили просто отдохнуть дома. Кто-то решил навести порядок на своих дачных участках и выкопать картофель. Но тем не менее, до 8 часов время есть и на избирательных участках надеются, что все-таки саянцы придут на выборы и они состоятся. По данным председателя избирательных комиссий, все участки открылись в 8.00 и работали в штатном режиме. По списку зарегистрированных избирателей на 12 часов дня свой выбор сделали около 10% от общего числа горожан. Обычно на нашем участке всегда активность избирательной была высокой, особенно в утреннее время. В этот же период совсем немного людей. Может быть от того, что на улице холодно еще было, а кто-то на своих садовых участках. И ждем, что после обеда все-таки активность наших избирателей будет лучше. Они поймут, что выбирают городскую думу, работа которых зависит от депутатов, выбранных нами, зависит и состояние города, и нас с вами, жителей города Саянска. Самыми активными были, как всегда, пенсионеры. Они уже с первых минут работы избирательных участков первыми пришли для того, чтобы отдать голос за своего кандидата. Я считаю, что каждый гражданин нашей Российской Федерации должен проявить сегодня сознательность и прийти проголосовать. Особенно в нашем, таком маленьком, уютном, красивом, любимом городе. Ведь все зависит от нас, от жителей нашего города. Вот старшее поколение, мы понимаем, мы так воспитаны на этих традициях, относимся ответственно и, скажем, очень-очень добросовестно. Хотелось бы пожелать молодежи. Им кажется, что будущее еще впереди. Но оно ведь настоящее, оно вот сейчас. И какое оно будет наше настоящее, зависит наше будущее. Поэтому вот я бы хотела призвать молодежь, чтобы они пришли на избирательные участки и отдали свой голос за наше настоящее и будущее. Как отмечали председатели избирательных участков, настроение у саянцев в этот день было отличное. Многие горожане приходили на выборы вместе с детьми. Малыши с удовольствием опускали бюллетени родителей в урны, ведь от голосования взрослых в полной мере зависит их будущее. Мы пришли сегодня проголосовать, проявить свою гражданскую позицию, так как от нашего выбора сегодня будет зависеть и будущее наших детей. Пришли вместе с дочерью. Основной поток желающих проголосовать наблюдался в вечернее время. В обеденные часы практически на всех избирательных участках было отмечено небольшое затишье. Но работа продолжалась. То, что на избирательных участках было больше всего пенсионеров, неудивительно. Люди старшего поколения, более ответственные еще в советские времена, привыкли всегда принимать участие в выборах и изменять своим правилам не собирались. Почему я пошел голосовать? Дело в том, что мы как-то ответственны, взрослые вроде, и ответственны к этому относимся. И кто, ну, кого мы выберем, от того зависит и наше будущее. Ну, стараемся, вот так вот, на это и надеяться, что именно будут лучшие в дальнейшем, так как пройдут лучшие. В 20.00 все избирательные участки были закрыты для подсчета бюллетеней. Уже ближе к полуночи стали известны результаты выборов депутатов Думы Саянска 7-го созыва. По одномандатному округу номер 1 наибольшее число голосов набрал Николай Беляевский. По округу номер 2 – Клавдия Константинова. Округ номер 3 проголосовал за Ивана Ирофеева. Округ номер 4 – наибольшее число голосов отдано за Наталью Юртаеву. Округ номер 5 – за Ольгу Знаменскую. Округ номер 6 – наибольшее число голосов набрал Роман Кононенко. Округ номер 7 – Сергей Сазонов. Округ номер 8 – Георгий Максимов. Округ номер 9 – Алексей Воробей. Округ номер 10 – Юрий Перков. Округ номер 11 – Роман Конякин. округ номер 12 Ирина Антипина, округ номер 13 Андрей Корниенко, округ номер 14 Елена Гайнулина, округ номер 15 Кира Осипова, округ номер 16 Любовь Мороз, округ номер 17 Валерий Михальчук, округ номер 18 Наталья Михалёва, округ номер 19 Александр Лупанов, округ номер 20 Александр Романовский. Субтитры создавал DimaTorzok